Здравствуйте, меня зовут Анастасия и это мой канал о здоровье. В период первого локдауна в марте 2020 года у меня появились большие проблемы со здоровьем. И я столкнулась с тем, что мне никто не мог помочь. Все было закрыто, врачи не вели прием. И я поняла, что спасение утопающих делала рук самих утопающих и выбрала путь нутрициолога. На данный момент я получаю высшее образование в нутрициологии в Лондоне. Хорошее здоровье это знак равно хорошей привычке. Многочисленные исследования показывают, что все, что мы делаем в течение дня, это привычка. Вы заблуждаетесь, если вы думаете, что это ваш осознанный выбор. Это не так. На моем канале я с удовольствием буду делиться с вами всем тем, что я знаю о здоровье и о хороших привычках. Настоящее время это время занятых людей. Я очень часто слышу от людей, что они хотели бы улучшить свое здоровье, поменять свой образ жизни. Но есть одно большое но, и как правило за этим стоит то, что у них никогда нет времени. Или же они просто не знают с чего начать. Многие из нас привыкли к мысли о том, что новая привычка это должно быть что-то сложное. Но это неправда. И на моем канале я покажу вам, что это не так. Сегодня у меня небольшое мотивационное видео о том, с чего вы можете начать, чтобы повысить свою физическую активность. И построить новую привычку, которая останется с вами на много лет. Какая же польза от физических упражнений? Их много. Физические упражнения влияют на наши гормоны. К примеру, на инсулин. Они полезны для нашей лимфатической системы. Также для профилактики остеопороза. Хорошая работа метахондрии и улучшения метаболизма. Я могу называть много причин, и их очень важно понимать. Знания всегда дают дополнительную мотивацию. О пользе физических упражнений и как они влияют на наше тело я буду говорить в своих будущих видео. Большинство людей убеждены, что если они хотят повысить уровень физической активности, то для этого им надо обязательно идти в спортивный зал. Многие из нас думают, что если у нас нет возможности туда ходить, то любые, даже самые простые движения не засчитываются. У большинства людей как получается, либо все, либо ничего. Здесь я бы хотела вам напомнить об искусстве маленьких шагов. Каждое ваше движение, каждые 5 минут упражнений засчитываются в счет вашего здоровья. 5 минут простых упражнений в день на регулярной основе. Это гораздо лучше, если бы вы сходили в спортивный зал на 1 час раз в неделю. Даже самый занятой человек не может сказать, что у него нет 5 минут для себя. Я уверена, что каждый из вас может найти 5 минут в день. Если у вас есть 15 минут для инстаграм, то я уверена, что у вас есть 5 минут для своего тела. Самое главное правильно расставлять приоритеты. Старайтесь делать ваши упражнения очень простыми, чтобы у вас была возможность сделать их всегда. Вам не надо покупать ни абонемент в спортзал, ни оборудование. Вам не надо ничего покупать. Вы даже можете не переодеваться в спортивную одежду. Если вы будете делать всего 5 минут упражнений в день за неделю, то у вас будет уже 35 минут. И 35 минут это лучше, чем ничего. Секрет в том, что это должны быть очень простые упражнения, которые вы захотите делать регулярно. Здесь я хочу сделать акцент на том, что это должны быть действительно очень простые упражнения. В самом начале пути не надо ничего усложнять. Как только вы начнете делать 5 минут в день, то вы заметите, что вы стали чувствовать себя лучше, вы стали чувствовать себя увереннее. У вас появляется чаще хорошее настроение. Что бы я хотела вам порекомендовать? Продолжайте заниматься в течение 5 минут до тех пор, пока вы не почувствуете, что вы готовы увеличить нагрузку. Если вы не чувствуете этого, продолжайте делать всего 5 минут. Столько, сколько надо. Я уверяю вас, придет время, и вы захотите делать больше и больше. А пока вы не готовы к увеличению нагрузки, не давите на себя. Просто наслаждайтесь процессом. Но есть один небольшой секрет. Если вы хотите, чтобы ваше новое поведение превратилось в привычку, то надо делать это регулярно. Это действие должно быть прикреплено к уже существующей старой привычке. Это очень важный момент, без которого ваша новая привычка никогда не закрепится, и вы ее можете легко потерять. Поверьте мне, через какое-то время вы сможете увидеть результат. Лично я увидела изменения. Даже то, что я делала 5 минут упражнений в день, я стала более организована в течение дня. У меня появилась бодрость с утра. И как только вы увидите эффект, для вас это станет хорошей зависимостью. Тогда уже вас будет не остановить. Это на самом деле затягивает. Я советую вам делать один и тот же воркаут в самом начале построения вашего нового поведения, вашей новой привычки. Потому что очень важно исключить метание вашего мозга. Необходимо убрать лишние энергозатраты. Например, вы не знаете, что вы хотите выбрать. Либо вы хотите потанцевать, либо сделать силовую тренировку, или же заняться йогой. Ваш мозг уже тратит на это энергию для принятия этого простого решения. Чтобы этого избежать, необходимо в самом начале построения новой привычки убрать это замешательство и делать один и тот же воркаут на протяжении какого-то времени. Когда вы почувствуете, что ваша новая привычка уже укоренилась, пустила корни, то вот только тогда вы можете менять виды воркаута. Ни в коем случае не пропускайте ваши тренировки. Если вы пропустите один день, на следующий день ваш мозг начнет саботировать и будет искать причины, чтобы этого не делать опять. С момента построения вашей новой привычки, вашего нового поведения в вашем мозгу происходит построение новой нейроцепи. Самое главное, не прервать эту цепь. Даже если у вас нет настроения делать воркаут, скажите себе, да я просто начну, я только начну и не буду сильно стараться. И делайте это в расслабленном состоянии. Например, если вы делаете силовую тренировку, то делайте ее не в полную силу. Если вы делаете йогу, то делайте ленивую йогу. Самое главное, делайте. И когда вы начнете делать, вы увидите невероятные изменения, как замечала их я много-много раз. Как только я начинала делать воркаут в расслабленном состоянии, то после минуты тренировки я начинала делать все в полную силу. Это происходило непроизвольно, без какого-либо сопротивления и давления. Находите небольшие кармашки, в которые вы можете засунуть свою новую привычку. И если мне предстоит несколько часов работы за компьютером, я знаю, что я буду долго находиться в сидячем положении, то я ставлю таймер на 30 минут. И каждые 30 минут я делаю небольшую разминку в течение 5 минут. Это улучшает мою работоспособность и работу лимфатической системы. Рекомендуется делать новое поведение в одно и то же время. Ваше новое поведение может трансформироваться в долгосрочную привычку, если это новое поведение прикрепляется к уже существующей привычке. Например, вы можете заваривать кофе. И пока ваш кофе настаивается, в это время вы можете делать упражнения. Если вы никогда не пропускаете кофе, это означает, что вы никогда не пропустите свою зарядку. Если вы не прикрепите новую привычку к уже существующей и понадеетесь сделать ее, например, воркаут в течение дня, я больше чем уверена, что этого не случится. Некоторым из вас будет удобнее делать небольшой воркаут сразу после работы. Тогда что вы делаете? Как только вы пришли с работы, вы переодеваетесь в спортивную форму и делаете небольшую тренировку. Вы можете оставить свой коврик для йоги на видном месте и сразу после работы сделать, например, 5 минут йоги. Сделайте все как можно проще для себя, чтобы ваше новое поведение закрепилось. 5 минут йоги после тяжелого стрессового дня помогут снять вам напряжение. И это поможет сменить настроение, возможно, всего вечера. Вы будете более спокойны со своими детьми, более нежной, ласковой, любящей женой. И вы не потянетесь за бокалом вина для успокоения. Если вы мама и у вас никогда нет времени для воркаут, вы можете потанцевать в течение 5 минут со своими детьми перед ужином. Вы будете смеяться, улыбаться. Это поднимет вам настроение. И также это поможет вам стать ближе к вашим детям. На моем канале я буду предлагать вам способы улучшения вашего здоровья. Возможно, что-то вам не подойдет, не будет с вами резонироваться. Пожалуйста, не останавливайтесь на этом. Продолжайте искать именно ваш вариант, который подходит вам. В вашей жизни может укорениться только то новое поведение, которое вам нравится, от которого вы будете получать удовольствие. И когда вы найдете то, что подходит именно вам, оставайтесь с этой новой привычкой. Ничего не меняйте в течение какого-то времени. Пока эта привычка идеально не впишется в вашу жизнь. Любые изменения могут работать какое-то время, но что нас интересует, так это долговременные изменения, которые будут работать и через месяц, и через два года. Плохие привычки очень быстро дают корни в нашей жизни. Они появляются без каких-либо усилий с нашей стороны. Но, к сожалению, многие воспринимают хорошие привычки как какие-то ограничения, как наказания. Но кто сказал, что это должно быть на самом деле трудно? Хорошие привычки – это на самом деле не ограничения. Я бы сказала, что это путь к лучшей жизни. Чем лучше вы себя чувствуете, тем это более явно выражается на всех сферах вашей жизни. Незаметно для себя вы начинаете подтягивать их тоже. Как правило, многие из нас ставят высокие цели в момент высокой мотивации, когда у нас все хорошо, когда был замечательный день. А когда что-то идет не так, и сила воли спадает, вот здесь все будет держаться только на привычках и на дисциплине. Мотивация никогда не бывает вечной. Вам надо всегда планировать новые привычки в те моменты, когда ваша мотивация низка. Ищите то, что подходит именно вам с помощью проб и ошибок. Вы должны найти и это. И самое главное – это будет то, что приносит вам радость. Пробуйте, не сдавайтесь, не опускайте руки. Мой канал поможет вам вернуть уверенность в себе, в своих силах, придаст вам веру и поддержку в сложных моментах вашей жизни. У вас появится вера в то, что вы сможете вернуть себе ресурсное состояние и чувствовать себя полной энергией. Возможно, вам не понравится какая-либо из моих рекомендаций. Мы все разные, мы любим разные вещи. Кому-то подходит один вид спорта, кому-то другой. Например, мне нравится йога и пилатис. Я люблю ходить на прогулку, на природу. Кто-то любит зумбу, танцы. Всегда ищите то, что нравится вам, то, что доставляет удовольствие вам. Я буду делиться с вами своими знаниями, помогать вам разложить вашу большую цель на маленькие шаги, что поможет вам вернуть ваше самое лучшее состояние. На этом я хочу попрощаться с вами и до скорой встречи. Пока!